Вера Платоновна, а попросту бабка Вера, давно жила одна. Мужа она похоронила много лет назад, а сын единственный, непутевый, сгинул где-то в тюрьме, не дав ей возможности оплакать его и похоронить по-человечески. Так и жила она в деревне, и ее семьей была корова-шкура да кошка-мурка. Собирала она травы, сушила их на зиму, делала целебные отвары и мази, которые ставили людей на ноги. Никому не отказывала бабка Вера в помощи, ни людям, ни братьям нашим меньшим. Родилась и выросла Платоновна в этих местах, знала здесь каждую травинку, каждый кустик, каждую тропинку в лесу. В лес она ходила без опаски, в нем она черпала энергию и познание. Дикие звери никогда ее не трогали. Как-то раз весной пришла к ее дому беременная волчица. Нашла ее Платоновна в сарае, на душистом сене. Волчица была ранена, раны были тяжелые, часы ее были сочтены. Вера понимала, что уже ничем помочь ей не сможет. Но волчица пришла к бабке Вере, чтобы та помогла родиться на свет ее детям. Вера знала, что делать и как. Прошло немного времени и на свет появился маленький волчонок, став сразу при рождении сиротой. Вот так и достался Вере от волчицы в наследство этот серый комочек. Надо было вырастить и его. Вера считала, что она в долгу перед миром, и это все есть ее искупление за непутевого сыночка и его грехи. Сначала она кормила волчонка из пипетки коровьим молоком, потом пошли в ход соски и бутылочки. Кошка-мурка с удовольствием согревала его своим теплом. Стала семья бабки Веры больше на одного маленького серого жильца. Волк между тем рос и превратился в красивое, молодое, сильное животное. Предан он был Платонов не так, как может быть предан только самый лучший друг. Но нрав он имел вольный. Кроме того, он отличался особенным умом и особенным характером. Обходя с простодушным видом деревню, волк часто присоединялся к дачникам, которые шли в лес за грибами и сопровождал их, то ли показывая им дорогу, то ли просто охраняя. С местными деревенскими он редко совершал такие походы, всем своим видом показывая, сами все знают, сами все найдут. После того, как дачники с полными корзинами грибов в сопровождении волка возвращались домой, последний с чувством выполненного долга ложился возле калитки и не уходил до тех пор, пока ему не вынесут какое-нибудь угощение. И что самое любопытное, это должен был сделать не кто-то один, а все, кого он сопровождал. Знала Платоновна, что сынок ее оставил на земле потомство, дочку по имени Варвара, но бабка Вера видела ее только один раз в жизни, когда внучка была еще совсем маленькая. Сын тогда еще всей семьей приезжал навестить мать. С тех пор, как сына посадили, не знала она ничего о своей кровиночке. Они не виделись 16 лет, и это было по ее меркам расставание длинную вечность. Да, пожалуй, это и было тогда вечностью. И вот как Тарас получила Платоновна письмо издалека, пишет ей внучка Варя, что она рано осталась без отца с невполне адекватной матерью, которой дочь подросток была явно в тягость. Потому, часто оставаясь одна перед запертой дверью в подъезде и ночуя у сердобольных соседей, она решила уехать из родного города и переехать жить к своей единственной бабушке, если та, конечно, не против. Вера очень обрадовалась такой новости, быстро отправила ответное письмо и стала ждать свою внучку в гости, а если все сложится, то и насовсем. Они сидели на веранде Вериного дома, обнявшись, слушали, как стрекочут ночные сверчки, и с наслаждением вдыхали пахучий ночной воздух, пропитанный запахом полевых трав. Где-то вдалеке слышался отзвук никогда не замолкающей трассы и эхо далекой дискотеки, отражающейся от реки. За это время в жизни 18-летней девочки произошло такое невероятное количество событий, что следующего месяца могло бы на рассказы о них и не хватить. Учеба в школе давалась Варе легко, она вообще была девочка толковая, да и аппетит к жизни у нее только прибавлялся. Теперь с той же жадностью, с которой она когда-то глотала свои первые жизненные уроки и набивала шишки, она мечтала, как будет глотать университетские премудрости. Теперь Платоновна была абсолютно счастлива. Они стали жить вместе и делили пополам свои нехитрые доходы, заботы по дому, победы, беды и Варины приключения и сердечные тайны. У Вари в деревне появилось много друзей, девушка она была добрая и общительная, но самым большим другом для нее стал волк, хотя он в последнее время все чаще пропадал в лесу. У него была масса каких-то своих неотложных дел. Бабушка с внучкой тоже часто ходила в лес по грибы и ягоды. Платоновна показывала Варе все грибные места, которые знала только она. Учила собирать лекарственные травы, понимать красоту леса и ценить его дары. Варя стала по-настоящему счастлива с бабушкой, стало забываться тяжелое детство, неустроенность быта и мать-алкоголичка. Жизнь налаживалась, Варя готовилась на будущий год поступать в университет, учиться заочно. Раньше в деревнях не было стиральных машинок, поэтому всеместные бабы стирали вещи просто в реке. Напротив дома Веры Платоновны на берегу были деревянные мостки и большая полынья, в которой полоскали белье. От холодной воды сводила руки, но бабка Вера была привычна с детства к такой работе. Как-то весной она приболела, простудилась, поэтому внучка вызвалась помочь бабушке, не молодая ведь она уже, надо поберечь ее. Тепло одевшись и сунув ноги в валенки, Варя легко подхватила корыто с чистым бельем и отправилась на речку полоскать его. Вода была апрельская ледяная, по реке проплывали огромные белые глыбы. Полыньи уже практически не было видно, вода в реке стояла высокая, большая, течение быстро несло мимо большие льдины, ветки и крупные сучья. Девушка спустилась к реке, там в этот момент никого не было. Обычно на берегу эти мостки были центром притяжения местных сплетниц со всей деревни. Здесь узнавались, обсуждались и разносились по деревне все самые свежие новости. Но сегодня никого не было, что очень удивило Варю. Ладно, подумала она, может это и к лучшему, сейчас быстро справлюсь и побегу домой. Девушка легко впорхнула на мостик и совсем не заметила тонкой корки льда, которая покрывала их темную, дощатую поверхность. Нога предательски поехала вперед. Варя потеряла равновесие и через доли секунд очутилась в реке. Студенная вода мгновенно обожгла ей руки и лицо. Течение быстро подхватило Варю и понесло вместе со льдом. Она барахталась в воде, упорно гребя руками и ногами, чтобы не потонуть, и еле успела ухватиться за какое-то проплывающее мимо бревно. Валенки мгновенно наполнились ледяной водой и стали тянуть девушку ко дну. Варя громко кричала и звала на помощь. Вдруг с высокого берега реки она увидела, как большое темное пятно ринулось ей навстречу. Волк большими прыжками преодолел спуск и, не задумываясь, бросился в ледяную воду. Он пробивался к ней сквозь лед и подставил ей свою широкую, мощную спину. Она обняла его шею руками и они вместе поплыли к берегу. Когда под ногами Варя почувствовала дно реки, на берегу уже собрался народ. Мужики вытащили девушку из воды и отнесли домой. Долго бабушка растирала ее своими настойками и отпаивала лечебными травами, а Варя все переживала, как там волк, где и что с ним. А волк в это время уютно устроился возле жарко натопленной печи и наблюдал за всем, что происходит в доме. А Вера Платоновна в этот момент думала о его матери-волчице. Когда-то давно она помогла появиться на свет ее волчонку, а теперь все вернулось на круги своя. Благодарный хищник спас внучку Веры Платоновны, ее продолжение, не дав навсегда прерваться ее роду. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!